Так, всем привет дорогие друзья, с вами это Игорь Скиф и у нас сегодня Амнезия, призрак прошлого. Да, я когда-то начинал ее уже немножко проходить, но из-за определенных обстоятельств будем начинать заново. Амнежа, да, как-то на английском так звучит, непонятно. Амнезия, короче, начать новую игру. Так, сложный режим, нормальный. Играть так, как было задумано разработчиками. Враги будут замечать вас быстрее, не разработчиками. Начать новую игру. Начать новую игру, да. Загрузочка пошла. Я не помню, я тогда одновенно только две серии снял. Возможно три, но по-моему только две. Я все помню. Мэйфэйр. 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 Нельзя забывать. Нельзя. Я должен его остановить. Соберись. Меня зовут... Я все забыл. Соберись, размазня. Я помнил, помнил, помнил и забыл. Давай, просыпайся. Просыпайся, дружище. Ну, ага, все, я проснулся. Так, уже надо довольно вспоминать. Для быстрого вспоминать нажмите M. Проверьте их, если вдруг застрянете. Так, идите последовательной жидкости. Выясните, откуда она течет. Окей. Тут заперто. Где слит жидкости, что я его не вижу. Огнево закончились. Вот так вот. Да плохо, что огнево закончились. Записки, дневник, воспоминания. Давай, 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 давай. А вот, все, вижу жидкости. То откройся. Так, удержите левой кнопкой мыши и двигайте мыши, чтобы открывать дверь. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы открыть или закрыть дверь в зависимости от того, куда вы смотрите. А сюда не хочет. Нечем поджечь свечу. Сквознячок немножко. Так, следы нас ведут туда, что в этой комнатушке? А в этой комнатушке страшно. Так, только поджечь. Да, а взять его не могу. Очень тяжелый. Допустим. Ты давай не это. Топай, топай. Не падай мне тут. Не теряй сознание. Так, тут что? Понятно, что страшно. Всем страшно, дружище. А, вот свет. Попадул ветер. Огнево. Так, огнево используется, чтобы зажигать свечи и другие источники света. Текущее количество огнево показано в инвентаре. Тап. Это штука. А, это просто вешалочка. Так. Так, это мы не можем брать. Это тоже нам недоступно. Значит, зайдем в эту комнатушку. Давай, давай. Открывай. Еще одно огнево. Так, когда вы подобрали предмет, нажмите правую кнопку мыши, чтобы бросить его. Удерживайте R и двигайте мышью, чтобы вращать предмет. Понял. Ты, главное, не боись. Тут, смотри, тут светло. Тут вот и огнево есть. И бутылка есть. И стул есть. Вот можно погреться. Так, прыжок. Еще прыжок. За этими штуками ничего не висит. В всяком случае, нам не показывают. Ну и ладно. Так, тут мы уже побывали. Не понял. И что? Ну, открывайся. Говорит, закрыто. Что, мне типа ключ надо найти? Я такого не помню. Прямо на старте. Где-то что-то не проверил. Если честно, странно. Так, записки. Недоступных записок. Дневник. Недоступных дневников. Воспоминания. Идите последовательность жидкости и выясните, откуда она течет. У меня ничего нету с собой. Так, перейти к последнему прочтенному тексту. Ну, открывайся. Ну, открывайся. Чувств, странно. Зачем мне говорили, что правое надо нажимать? Ладно. У нас это получилось. Так, а тогда... Кто там бегает? Может, та дверь тоже может открыться? Просто я натупил немножко. Сейчас перепроверим. Чисто из исследовательского интереса. Где эта дверь? Вот она. Конечно же, она тоже открылась. Это я молодец. Подобрал огнево. Ну, такое себе. Зачем они написали, что нажимать правую кнопку, чтобы... При необходимости дверь от себя открывать? Или я их просто не так понял? Так, что тут у нас нарисовано? Музыкант. Туф, туф, туф. Не боись. Свет горит. Все хорошо. На звук я тебе не обращаю никакого внимания. Оу. Чё это там шатается-то, а? Не падай. Только не падай, дружище. Соберись. Ну, подумаешь... Свечи шатаются немножко. Ничего там страшного нет. Сквозняк. Простой сквозняк. И дверь открылась. Туф, она реально вкопанная. Чё, страшно туда? Сейчас будет тебе. Картину поднять нельзя. Это чё такое? Плита какая-то. Так, а тут что? А тут что? Тут огнево. И рыцарь. Ух ты. С него можно шапку снимать. А можно её надеть? Дышь! Подымай. Не надо бояться. Пусто. Так, можно вниз пойти по следам. Да? Есть вот эта дверца открылась. Опять же таки, сквозняком. Чё, я не рубашку нельзя одеть? Там... Плюс пять к смелости. Тут вообще всё чётко. Могло бы быть. Если бы мне свет не погасил. Подсказка. Осторожно, стоя в темноте, вы милен не теряйте рассудок. Освечайте окружение, используя огнево или ищите другие источники света. Ага. Это обучающая комната. Типа, да? Чё, тут совсем темно. Не теряй рассудок. А, можно поджечь вот этот. Тынь. Я не знаю, зачем я его использовал. Но пускай в этой комнате горит свет. Иначе мне будет страшно. Картины тут, конечно, какого-то средневековые. Не дрейфь, мужик. Всё нормально. Сядем у все. Дышь. Так, что у нас тут имеется? Камешки. Дышь. Можно камнями вражин забросать. Чё ты начинаешь уже? Старые архивы. Так, он упал на кухонный пол. Первый удар ногой в живот. На его глаза навернулось слёзы. Жейзел спряталась, боясь, что её тоже накажут. Ну, такое себе. Не надо бояться, что тебя тоже накажут. Можно мне вот это снять и идти с ними? И мне страшно не будет. Книжка какая-то. Я знаю, что книжкам нехорошо бросаться. Так, когда вы остановите очевидным событием, выводящих из равновесия, вы теряете рассудок. Его можно вернуть, решая загадки и продвигаясь вперёд. Какие загадки решая? Просто сквозняк, ничего более. Вон свет, вода какая-то течёт. Ты знаешь, что на улице дождь. Вот и всё. Говорит, решая загадки. Где-то, честно говоря, даже не знаю. Чем-то так много ящиков. Интересно, они разбиваются вообще? Наверху там ничего нету. Вот ещё один ящик. Так, это у нас что такое? Какие-то книжки. Шкафчик поднять можно? Не, нельзя, неподнимаемый. Я могу вот так сделать. Оп! Оп! Могу, но что мне это даёт? Наверное, ничего. Так, идём дальше по следам. Эх, ветер, ветер, ветерок. Чё это у нас? Гербы какие-то. Да ты не бойся. Ну, просто ветер. Игра воображения. Чувак, всё нормально. Всё нормально, дружище. Подобрана лампа. Вы подобрали лампу, куда она заправлена маслом, и можно зажечь, нажав F, или выбрав её в инвентаре. Всё отлично. Главное теперь найти масло. Зачем я это сделал? Оп! Это всё книжки. Девчонки, мальчишки, читайте книжки. Ещё огнево. Подобрано огнево. Опять книжки. И снова книжки. Так, что тут у нас интересного есть? Чё я... Это самое нельзя. Как это говорится? Открыть и почитать. Это же несправедливо. Лампа. Сколько в ней заряда? Не показываю, да? Это плохо. Мне, кстати, вот этот цвет не нравится. Это фиолетовое что-то. Разве так было? Так, хорошо. Идём дальше по розовым следам. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-тум. Так, опять книжки. Какие-то записи. Ну, чё ты? Ну, ветер поддул. Ну, землетрясение маленькое. Чё ты сразу перепугался? Чё, она не открывается? Это плохо. Ещё огнело. Это что такое? Ну, это ковёр. Ковёр-самолёт. Повези меня. Не вижу смысла его поджигать сейчас. Плохо, что ящики неразбиваемые. Вот, ещё есть. Сколько огня у меня? У меня уже 9 штук. Так, ящик, откройся. Не, не хочешь? Почему? Он вообще не активный. Это плохо. Так. Так. А вот и куда привели нас следы. Типа уровень закончен, да? Окей. Так, это что такое? Подобрано масло. Когда лампа горит, она потребляет масло. Чтобы подлить масло в лампу, дважды нажмите на него в инвентаре. Ага, вот уровень масла. Вот оно у меня имеется. Бульк? Ну, конечно, налил, так налил. Не пожалел. Чё я не могу... Ладно, пройдусь с лампой тут. Куча химикатов. И химикалий. Так, там ничего нету. Вот это вот какой-то переключатель. Ладно, то мы потом его посмотрим. 15 августа 1839 года. Хотел бы я спросить тебя, помнишь ли ты хоть что-то? Боюсь, когда я выпью этот эликсир, твоей голове не останется ни одного воспоминания. Не бойся, Даниэль. Не могу объяснить тебе, почему, но я выбрал забвение. Постарайся найти в себе силы, потому что у тебя есть цель. Ты – мой последний шанс всё исправить. Очень надеюсь, что имя Александра Брененбургского всё ещё вызывает у тебя гнев. Если нет, то тебе не понравится то, что ты должен сделать. Иди во внутреннее светилище. Иди во внутреннее светилище, найди и убей Александра. Он стар и слаб, а ты молод и силён. Ты легко с ним справишься. И ещё одно. За тобой идёт тень. Это оживший кошмар, который разрушает всё на своём пути. Я перепробовал многое. От неё не уйти. Ты должен продержаться как можно дольше. Искупи наши общие грехи, Даниэль. Спустись в подземелье к Александру и убей его. Бывший ты, Даниэль. Твоё бывшее я. Это тот случай, когда перевод текстовый, перевод озвучки разными людьми делался. Ну и поняли. Так, а выхода отсюда пока нет. Ладно, ребята. Тогда на этом мы сегодняшнюю серию закончим. Всё. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, ставьте комментарии. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok